Здравствуйте, это программа План Города, меня зовут Роберт Францев. Альтернативная энергетика одна из наших любимых тем. Конечно, ведь это же так во всех смыслах приятно, когда буквально из ничего получается что-то полезное. Чудо не иначе. Мы научились добывать электричество из солнечного света, земли, даже воздуха. Казалось бы, тема закрыта, но нет. Есть и еще один, не самый приятный, но оттого не менее верный способ – сточные воды. Только представьте, сколько добра скрывает канализация многомиллионного мегаполиса. Это приемная камера очистных сооружений. Собственно, здесь и приходят сюда все стоки с половины Москвы. Это заключительный этап очистки сточной воды, вторичное отстаивание. После этих сооружений вода уже абсолютно чистая, направляется в водоприемник Москвы. Да нет, шутка, конечно. Самое интересное пропустили. Прежде чем вернуться в систему водоснабжения, H2O из канализации проходит через сложный комплекс очистных сооружений. Если максимально упрощенно, то в специальных резервуарах сточные воды как бы подаются к столу особым микроорганизмом. Для этих микроскопических гурманов и по совместительству санитаров канализации продукты человеческой жизнедеятельности – главное лакомство. Фу, скажете вы. Ну, для кого и фу, а для кого и ням-ням-ням. Это сооружение ротенки, где происходит непосредственно очистка сточной жидкости, присутствие интенсивной аэрации. Сточная вода – это органика, то есть питание активного ее. Образуется прирост этой биомассы, который уплотняется и подается на сооружение метамперы. То есть работники очистных сооружений создают максимально комфортные условия для своих внештатных сотрудников, микроорганизмов, санитаров. Полезные прожорливые существа с блеском выполняют свою миссию и избавляют воды от накопленных нечистот. Сами при этом в таких райских условиях активно размножаются и наращивают количество биомассы. И вот тут начинается самое увлекательное. Излишки этого активного ила подаются в специальное устройство – метантен, где путем брожения он превращается в биогаз. Метантен представляет собой цилиндрический резервуар. Сверху по трубе поступает осадок и активный ил. Для ускорения процесса брожения содержимое подогревают и перемешивают. В условиях отсутствия кислорода из органических веществ формируются жирные кислоты. Из них при дальнейшем брожении образуется метан. В отличие от природного газа, метан, образующийся в процессе очистки сточных вод, содержит большое число губительных для техники примесей. Поэтому перед тем, как биогаз превратится в ценные киловатты, ему еще предстоит пройти сложную трехуровневую систему подготовки. Начинается она с удаления избыточного конденсата. Вкупе с сернистыми соединениями влага образует серную кислоту. Поэтому дальнейший путь по технологическому маршруту для водных примесей строго-настрого заказан. Уже на следующем этапе газ очищается и от серы. Для этого на здешние теплоэлектростанции не ступятся даже на дорогие импортные фильтры. Очистка от серы происходит за счет адсорбирования сероводорода на фильтрующей загрузке. В качестве фильтрующей загрузки используется вот такая вот железная руда. Гидроксид железа специально приготовленный, который мы привозим из-за рубежа. К сожалению, такой продукт в России не выпускается. Третий этап подготовки биогаза – очистка от кремнесодержащих веществ. Для этого топливо проходит через колонны со старым добрым активированным углем. 6000 кубических метров в час. И только после все это природное богатство подается в машинный зал, так сказать, в сердце «Минитез». Эти моторы, они используют биогаз в качестве топлива. Фактически газопоршневая двигатель внутреннего сгорания, который при работе своей вырабатывает электрический ток, вращая генератор. Данный ток у нас 6 кВ, ну и, соответственно, 50 Гц наша частота. И как побочный эффект работы любого двигателя внутреннего сгорания – это горячая вода и выхлопные горячие газы. Вообще весь процесс по-настоящему уникален. В первую очередь тем, что на протяжении всей технологической цепочки образуется огромное количество побочных продуктов. И все они находят на производстве полезное применение. Например, при генерации энергии неизменно появляются тепло и горячая вода. Последнее направляется на подогрев активного ила в метантенг. Мы уже упоминали, без тепла из биомассы не будет метана. Без метана нет энергии. Ну, а без нее никуда. Такой вот хоть и замкнутый, но зато очень полезный круг. Здесь мы видим теплообменники, труба в трубе, по внутреннему диаметру которой проходит сырой осадок и активный ил с очистных сооружений. А по внешней у нас поступает горячая вода, которая образовывается на рубашке охлаждения двигателя. Данный осадок после предварительного подогрева поступает на очистные сооружения. Но вернемся к основному продукту – электроэнергии. Все это, конечно, здорово, но, пожалуй, главный вопрос – ради чего все эти сложности? Ответ буквально светится на приборной панели электрощита. Здесь мы видим отображаемую информацию по генерации работы одного генератора. Мощность генератора установлены 2,43 мегаватта, а всего их у нас установлено 5. И все-таки понятно, что чудо налицо. Из народных каловых масс здесь получается конфетка. Но стоит ли игра свеч? Раньше МОЗ «Водоканал» всю электрическую энергию, необходимую для жизнедеятельности и для поддержания технологического комплекса сооружений, брал из сетей МАЕСК. В настоящее время до 60% электроэнергии покрывается за счет мощности «Мини-ТЭС». Данная мощность обеспечивает с добавок электрическую и тепловую. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды также поступает на очистные сооружения курьянских очистных, обеспечивает теплом для технологии и паром для технологических нужд станции. Что это значит? Посмотрим с другой стороны. 70 миллионов киловатт-часов ежегодно централизованные производители электроэнергии теперь могут направлять не на борьбу с фекалиями, а, например, на подсветку парков и скверов. И, конечно, да, очищаемая вода от такой экономии даже на капельку не становится мутнее. Для наглядной демонстрации, да, в среднем пробирку мы набрали уже воду очищенную, которая на выходе из очистных сооружений. Справа, да, мы видим вода в том виде, в котором она поступает к нам. Ну и для наглядности набрали еще одну ментурку с водопроводной водой. Как видим, максимально, скажем так, мы приближены уже по прозрачности, по качеству именно к водопроводной воде. Да, на что только не пойдешь ради электроэнергии. Кстати, на просторах интернета мы нашли еще и такой способ. Уж что ни говори, а голь на выдумку хитра. Ну что же, как говорится, киловатты не пахнут. Ну а дальше кто во что гораст. Кстати, если придумаете свой уникальный способ, сразу расскажите нам. Это был план города. Давайте генерировать вместе. Спасибо. 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 Спасибо.